здравствуйте мои дорогие капусточка простояла в комнате три дня вот сейчас я ее раскрываю так снимаю груз видите видите появилась небольшая пеночка пеночки в принципе может быть и больше если бы было жарко и и было бы больше ну а так вот сколько есть поднимаю тарелочку тарелочку сразу моем и моем сразу марлечку капусточка вот я ее немножечко беру от краю и попытаемся чуть-чуть ее поварушить конечно желательно какой-то длинный такой щуп чтобы ее проварушить до дна сколько есть возможности столько ее во рушим и выпускаем вот этот лишний я не знаю как он вас наверное который образовался при квашении капусты с этой стороны тоже пробираемся до самого дна чтобы выпустить весь вас образовавшийся при квашении чтобы капусточка не была горькая и яблочки и так со всех сторон и опять плотненько опять туда же все запихиваем и и так яблочко лишнее осталось и его сюда и опять все закрываем капусточкой и притаптываем и и настоящее квашеная капуста и квашеные моченые яблочки они быстро не готовятся это не быстрый раствор с водой с сахаром они квасятся в собственном соку поэтому получается очень вкусные натуральные как раньше вот мы у бабушек покупали яблочки просто прелесть утрамбовала всю капусточку опять то был сок сверху сейчас сок опустился опять вниз газ вышел так марлечку я постирала подсушить некогда так может лучше конечно высушить ее было но никогда так и опять все это укладываем на капусточку и подтыкаем все края так опять закрываю чистой тарелочкой и и ставлю груз так поставила груз и опять укрываю полотенцем итак капуста будет опять стоять три дня но уже поставлю ее на балкон чтобы она не была слишком кислая через два-три дня я ее занесу с балкона открою и посмотрим вместе с вами какая получилась квашеная капуста и моченые яблочки приятного всем аппетита